Всех приветствую, мои дорогие! Была я в магазине Магнит Косметик, но не в том, в который я обычно хожу, а заезжала в другой магазин, и сейчас хочу вам показать, что я там купила. Увидела я вот такие шампуни от Шаумы. На них была акция, стоили они 113 рублей, и стояли как бы отдельно. И вот мне в глаза бросилась вот такая красивая картинка, и я решила купить такой шампунь. Он идет для тонких и ослабленных волос, сила кератина. Вот такое здесь заманчивое описание. Я надеюсь, что моим волосам подойдет этот шампунь. Вообще шампуни Шаума мне подходят периодически, я разные их пробую, и решила в этот раз вот такой взять шампунь. И, как я уже сказала, стоил он 113 рублей по акции. И также увидела я вот такой гель для душа, и, конечно же, не смогла пройти мимо. У нас из этой серии уже есть гели для душа, и вот такого в нашей коллекции у детей нет, и, конечно же, я решила приобрести. Стоил он 179 рублей. Это у нас идет гель для душа «Нежный уход», «Баблгам». Вот так вот выглядит. Здесь вот вся серия нарисована. У нас из этой серии вот есть с красной птичкой, с желтой птичкой, и вот с зеленой свинкой. И вот теперь еще вот такая розовая птичка в нашей коллекции. Мне нравится аромат у этих гелей. Сами гели тоже хорошие. Единственное, мне, знаете, что не нравится? Что вот здесь нет никакой заглушки. То, конечно же, надо очень аккуратно как-то его наливать в руку, к примеру. Что можно так неосторожно его достаточно много вылить. Вот мне кажется, что это немножко непродумано. А так, конечно, прекрасное оформление, прекрасный аромат. И как гель тоже детям моим нравится. Нравится гель из этой серии. Также я купила еще вот такие ручки. У меня сейчас малышке моей нравится рисовать. И также ей нравится мультфильм «Смешарики». Поэтому, когда я увидела вот этот набор ручек, и стоил он всего лишь 49 рублей, я решила его купить. И в этот день, когда я покупала, была скидка на некоторые товары. И со скидкой этот набор мне обошелся в 39 рублей. Давайте откроем, посмотрим. Это обычные шариковые ручки. Ну, я решила, что моей малышке будет приятно рисовать ручками с героями, которые ей нравятся. Так, я извиняюсь, что я шуршу. Просто, может, у кого-то дети тоже смотрят смешарики. И, может, тоже захочется приобрести. Вот так. И вот вторая ручка вот здесь с таким героем. И вот так вот нажимаются. Такие вот ручки. Мне они не кажутся прям очень-очень такими крепкими. Но мне кажется, что на какое-то время они послужат какое-то время. Вот так вот выглядит. Ну, и давайте перейдем к более интересному. В этом магазине тоже были контейнеры, в которых были разные средства. Ну, в основном это была декоративная косметика. Были контейнеры по 199 рублей, по 99 рублей. Ну, в разную цену. И вот я сейчас хочу показать, что я там для себя нашла и сколько это стоило. Первое, что хочу показать, вот такую помаду от Rimmel. Стоила она 119 рублей. Она в 0,5 номере. Вот так выглядит. Она тут еще была вот такой белой полоской заклеена. Поэтому в магазине я не смогла оттенок, естественно, посмотреть. Я вот ориентировалась вот на такой цвет, что будет такой оттенок. Вот так она называется. Вот так вот выглядит. Так, срок годности, как вы видите, до ноября 2019 года. В первую очередь я смотрела на срок годности. И оттенок действительно оказался подходящий мне. Вот такой оттенок. Я ей еще не пользовалась, поэтому как она себя поведет на губах, не знаю. Но у меня помад от Rimmel не было, поэтому мне стало интересно попробовать, скажем так. И вторая помада, которую я купила, была помада от Evelyn. Я давно на эти помады засматривалась, потому что мне понравилась вот такая красивая упаковка. Я вообще очень часто обращаю внимание на упаковку. Так, стоила эта помада... Так, где она? Это я чек смотрю. Стоила она 99 рублей. Она идет в номере 603. Мне повезло. Я узнала какой это оттенок, потому что там рядом лежала такая же помада, но кто-то ее открыл. Она валялась как бы открытой. Я смогла посмотреть просто какой оттенок. Ничего я сводчить, естественно, не стала. И вот помада у нас эта идет. Так, вот информация. Как вы видите, до 07.2018 года срок годности. И давайте покажу оттенок. Вот так вот она выглядит. Давайте вместе посмотрим оттенок. Потому что, как я уже сказала, я ничего не сводчила. И вот такой оттенок. Тоже очень даже на лето подойдет. Так вот выглядит. И также в этих контейнерах я еще обнаружила вот такие лаки, которые мне нравятся. Они стоят, если я не ошибаюсь, 189 рублей в Магнит Косметик. Но в этом контейнере они были по 99 рублей. И вообще там их было много. Ну вот из всех оттенков я выбрала два таких, потому что слишком много лаков. Как бы мне тоже не нужно. Вот этот у нас идет в номере 31005. Вот такой он, видите, как вот хамелеонистый, что ли. И вот я сейчас покажу, как он выглядит на ромашке в один слой. Так. Вот так он выглядит на ромашке в один слой. Я, если честно, думала, что он немножко другой будет. Но попробую тоже в один, либо в два слоя. Потом нанесу на ногти и посмотрю, как он будет выглядеть. И второй, который мне понравился. Вот такой. Номер 31001. Ну и вот здесь, не знаю, видно вам название. Вот такое название. И на ромашке в один слой. Так, сейчас я найду. Когда-то у меня уже... Так, вот в один слой выглядит вот так. Мне кажется, на камере не очень видно. Но я надеюсь, что в два слоя он будет выглядеть более насыщенным. Потому что я, конечно же, ориентировалась именно на цвет во флаконе. То есть вот такие оттенки мне больше нравятся, чем как они на ромашке. Такие бледненькие, еле заметные. Ну, посмотрим. В любом случае, буду смотреть, как будет в один или в два слоя на ногтях. И последнее, что я купила. Это были тени от Maybelline Color Tattoo. Они, кстати, были не в контейнере. Они были на стенде с Maybelline. Был стенд с Maybelline. И вот на тени Color Tattoo на многие оттенки была разная цена. Были оттенки, на которых цена стояла в 199 рублей. Именно вот на этот оттенок цена была в 99 рублей. И вот эти тени были в единственном экземпляре. Так, давайте посмотрим. Вот срок годности до июля 2018 года. Вот, надеюсь, вам видно. Я извиняюсь, у меня малышка пришла. Так, давайте я сейчас... Я их еще не распаковывала, не смотрела. Давайте сейчас я вместе с вами попробую открыть. И вместе с вами посмотрим оттенок. Я их буду, наверное, использовать как базу под макияж, когда я буду делать макияж в синих или в голубых тонах. Посмотрите, вот так вот выглядит. А может, я их, кстати, буду как самостоятельный продукт использовать. Там в уголок глаза, например. Не на все веком. Посмотрите, на самом деле очень красивый оттенок. Не знаю, правильно ли камера его передает. Конечно, для меня это, скажем так, оттенок не на каждый день. Но, знаете, за такую цену иметь такие качественные тени. Потому что тени мне нравятся эти. Такой красивый оттенок. Мне кажется, очень даже неплохо. И это были все мои покупки. Магнит косметик. И всем большое спасибо за внимание, за ваши комментарии. И до новых встреч, до новых видео.